Послушаем сегодняшнего последнего спикера, его зовут Роман Яков, я его уже представлял. Здесь я просто хочу небольшую предысторию рассказать, что в рамках работы рабочей группы информационная инфраструктура в самом месте с министерством утвердили концепцию развития создания сетей IOT в Российской Федерации. Это была очень долгая, кропотливая работа, очень много согласований. Плюс в рамках этой работы нам удалось, с моей точки зрения, там невозможно включить в данную концепцию не просто такие общие подходы к созданию сетей, но и включить одну главу, которая была бы освещена транспорту. Отдельная глава очень подробно описывает транспортный образ, потребности и решения ее есть. При этом, когда мы обсуждали данный документ на рабочей группе, мы все пришли к выводу, что для всех было бы здорово, если бы концепция не осталась такой вылетой в граните, а все-таки она продружила свою жизнь, и в рамках нее появились отдельные разделы, посвященные другим, мы называем это вертикальными мерами, можно как угодно это называть. Сейчас уже упомянули, сегодня Павел говорит про это, что есть дорожная карта по промышленному интернету, она будет представлена то ли завтра, то ли сегодня, в пятницу, значит, после завтра. Как раз, в принципе, документов очень много, все они пересекаются, и вот к Роману, у меня такой вопрос, какие все-таки разделы являются прочтительным, каким отраслям, где вот находятся сейчас рынки, которые будут в России, которые необходимо включить в действующий текст концепции IoT, какие вещи нужно у них отродить обязательным образом, и все-таки вот мы работаем не просто для того, чтобы документы создавать, каким образом это все повлияет на развитие IoT в промышленности и в других отраслях. Спасибо. Да, Дмитрий, спасибо большое за вопросы. Добрый день, теперь уже, наверное, ночью утром, теперь день уже уступил, уважаемые коллеги, все, кто пришли на нашу панельную дискуссию. Ну, я бы хотел для начала всех нас поздравить с тем, что приказом номер 113, можно свадик следующий переключить, или дайте мне переключал, пожалуйста. Всех нас хотел бы поздравить с тем, что своим приказом номер 113 от 29-го от Министерства Сфорого развития, коммуникации и связи у нас на территории Российской Федерации, в принципе, наверное, даже это мировой претендент, впервые был утвержден сам термин, грубо говоря, интернет вещей, и этим приказом была утверждена та самая концепция развития узкополосных бесправных сетей связи, интернет вещей на территории Российской Федерации, о которой сказал Дмитрий. Хотелось бы добавить, что в рамках рабочей группы, в рамках вообще Федерального проекта информационной инфраструктуры, это не единственное мероприятие, оно является лишь частью перечня мероприятий. Вот здесь, кстати, на слайде вы видите практически кусочек, собственно, дорожной карты, где как можно понять, что это всего лишь первый этап. Первый этап – это создание утверждения этой концепции. В настоящий момент как раз мы работаем над этапом по подготовке плана реализации, того, что, собственно, в ней прописано. Дальше будут проведены пилотирования, значит, конкретных технологий, истории в конкретных отраслях. И, собственно, самый ключевой и последний раздел, который на 21-й год – это нормативное регулирование и необходимые изменения в действующей НПА, потому что вопросов-то сейчас достаточно много, для полноценной работы в разрезе интернет-вещений в территории нашей великой страны. Собственно, совершенно верно, концепции содержат так называемые открытые разделы, они называются отраслевыми. Почему они открыты? Вопрос, собственно, от многих звучал. Они открыты, потому что при подготовке, в том числе, собственно, плана мероприятий, они будут уточняться с точки зрения применительности конкретных технологий интернета вещей в этих отраслях. Мало того, степень готовности отраслей и степень реализованности уже отдельных проектов в отраслях, о чем Анна Андреевна сегодня, кстати, говорила, она разнится. Вот, собственно, в настоящий момент в концепции представлены пять отраслей для жилищно-коммунального хозяйства, это логистика и транспортная отрасль, это промышленность, собственно, тема сегодняшней нашей экономической дискуссии, это здравоохранение, сельское хозяйство. Ни для кого не секрет, что, собственно, например, в жилищно-коммунальном хозяйстве проекты давно реализуются, там есть полученный как и позитивный, так и негативный опыт. Вот, такая же история логистики в транспорте, но, например, если мы берем здравоохранение, это, наверное, отрасль, которая наиболее не развита сейчас настоящий момент, по ряду причин, где технологии интернета вещей или применяются исключительно в каких-то там небольших пилотиках, или не применяются вовсе. Говоря не о основной тематике, собственно, нашей конференции, о промышленности, промышленность, как коллеги уже рассказали, достаточно серьезно начала смотреть в сторону используя технологии интернета вещей в разных апостасях. Мало того, в параллельном федеральном проекте под названием «Цифровые технологии» сейчас идет работа, о чем сегодня тоже коллеги упоминали, по 9 дорожным картам. Одна из 9 этих дорожных карт – это промышленный интернет. Как Дмитрий в самом начале подсказал, я, собственно, возглавляю в вашем тематической рабочей группе, которая была создана в рамках экспертного трека, так называемого, при подготовке этих дорожных карт, где у нас достаточно большое количество участников, участников с рынком, у которых есть и серьезный опыт, и серьезные компетенции, и серьезные знания в этой области. Но, тем не менее, наша группа ни в коем случае не закрыта. Постоянно выполняем состав членов. Я, пользуясь случаем, хочу пригласить всех, кто участвует, и я имею в виду от компании здесь, в смысле, вступить и поделиться своими предложениями. Теперь к промышленному интернету. Ну, есть также большое достаточно определение, но ключевой момент, как считает наша рабочая группа, как считают в мире, на основе индустриал интернет-консорциумы, это международный консорциум, куда-то будут очень крупные игроки, в том числе из присутствующих сегодня в панельной дискуссии уважаемых коллег. Вот я знаю, как цифры входят тоже в международный консорциум промышленного интернета. Мы считаем, что промышленный интернет – это, собственно, та основа перехода на новый технологический уклад индустрии 4.0, который, я так понимаю, будет обсуждаться еще в рамках трех дней, так называемой четвертой промышленной революции. Собственно, если мы переходим непосредственно к тематике сегодняшней дискуссии касательно интернета, вещей, вот в рамках развития концепции, в рамках неких связных технологий, вот на следующем слайде видно так называемый перечень субтехнологий, которые участвуют в промышленном интернете. Непосредственно вот именно IOT-сети связи, он находится вот во втором субслое – это обмен данных и телекоммуникаций. Вот промышленный интернет, хотел бы сказать, это не только IOT, это достаточно широкое, можно не повоять слово, отрасль, явление, которое включает в себя достаточно большое количество решений и требует развития большого количества технологий. Собственно, очень приятно, что на территории Российской Федерации происходит разработка новых и платформ интернета, вещей, и, собственно, датчиков, механизмов и всего, чего не хватает, что в том числе поддерживает экспертный потенциал страны. Ну вот, собственно, у меня все. Дим, готов еще прямо конкретно, наверное, ответить на вопросы, или я ответил в своем выступлении? Ну, давайте мы сейчас перейдем к, Ване, самый любимый, честно говоря, там, в фазе сессии. Это вопросы из зала, потому что, ну, шанс вообще с экспертами, с таким практическим, там, не каждый день удается, поэтому давайте перейдем к этой стадии. Я только единственное прошу, придерживаться правил, это вот девушка, у нас есть микрофон, вы говорите микрофон, очень крайне желательно представляться, чтобы мы такую культуру сессии поддерживали и говорите с такой компанией, чтобы мы можем было правильно адаптировать ответ предметной области. Если, коллеги, есть какие-то вопросы, то они, не может быть такого, чтобы не было ни одного вопроса. Это означает, что либо все все поняли, либо никто ничего не понял, я надеюсь, что... Ну, давайте я задам какой-нибудь вопрос. Можно я-то начну? Я уже представился, значит, пойму, представляться не буду. Я задам вопрос, например... Давайте Павлу задам вопрос, можно вам? Вот вы сказали про 5,5 триллионов рублей. Честно говоря, я немного испугался. По-моему, уже надо открывать либо какой-то сайт HeadHunter, значит, что либо начинать изучать, потому что рынок, который мы назвали какой-то совершенно сумасшедший, колоссальный, потому что рынок мобильной связи, я знаю, там, например, я допускаю, что он там 2 триллиона рублей. А тут, ну, вроде операторы, все люди в нем участвуют, все люди пользуются, а тут рынок группы. 5 триллионов рублей. Можете вот поподробнее рассказать нам вот про эту историю, что это такое? Да, на самом деле возникает путаница, частенько. Здесь, наверное, я хотел сказать не совсем про рынок, скорее про и те, кто свободный накопленный, а при...